Ну вот мы и прилетели в Кайо Коко. Тут так вот и написано. Всех приветствую. Это остров Куба. Точнее остров Гильермо. Если быть точнее, я вообще на Кайо Коко прилетел. Но оказалось, что не на Кайо Коко. Кайо Коко рядом, я на Кайо Гильермо. Это отель Starfish. Вы еще увидите, что это именно он. Хотя тут нигде не написано. Перед входом, чтобы вы не запутались в какой стране вы находитесь, в цветах кубинского флага написано собственно Куба. А вот это у нас вход в отель. И вот тут уже написано, какой это отель. Еще это написано на стойке ресепшн. Так что я уже третий раз в Starfish отдыхаю. Первый раз был Starfish Кайо Санта Мария. Потом Starfish Вородера. А теперь Starfish Кайо Гильермо. Рядом с Кайо Коко. Собственно сейчас прямо на карте это и покажу. Вот собственно Кайо Романо, Кайо Коко. И вот он небольшой совсем Кайо Гильермо и куча гостиниц на этом небольшом острове. А это уже автобус, который ездит между этими гостиницами. Билет стоит 5 американских долларов на целый день. Я выключил эту музыку, потому что ветер и это было не очень. А все те острова это архипелаг Jardinas del Rey. Вот собственно тут написано даже на этом плакате только что было. После прочтения отзывов в интернете о планируемых мной для посещения других отелях. Я все-таки выбрал снова Starfish. Ну просто потому что на две недели я не рискнул. А Starfish он мне уже как-то более-менее понятен. Я уже третий раз у него заезжаю. За две недели, что я провел в этом отеле, я пытался его поменять. Не получилось, вместо другого отеля мне предложили другие комнаты. Во второй комнате я переночевал одни сутки. Точнее одну ночь переночевал и утром уже в третий вариант переехал. Все это я вам покажу. В конечном итоге там меня зажирали кровососущие. По этому поводу я тоже скандальчик устроил. Вызвали самолет с отравой и стало получше, честно. Честно, реально стало получше. А кроме этого я еще и зуб там потерял. Но и зуб мне тоже восстановили. В общем, вот такое. Вот обо всем по порядку. Смотрите дальше. Люди обитают вот в таких вот небольших бангалах. Есть чуть побольше двухэтажное. Вот такое неплохое дерево. Хорошую тень дает. А вот это, собственно, халупа, в которую поселили конкретно меня. Посмотрите на эту дверь. Какой у нее видок. Ну, место, скажем так, красивое. Если вот сюда посмотреть. А если сюда, на дверь, то она явно из семидесяток. Или шестидесятых. Родом. Но, в принципе, это даже не напрягает, а наоборот. Прикольно. Рун выглядит следующим образом. Вот чемодан. Вот две кровати. Хотя мне одному, конечно, и одной достаточно. Картина с рыбкой. Потолок несколько косой. Давайте посмотрим, что здесь. Сейф. Очень хорошая вещь. Гардероб. Ну, собственно, санузел с биде. Унитаз и биде. Так. Мыться, я так понимаю, здесь. Мыло, шампунь, полотенце. В целом, пойдет. Вход здесь. А выход здесь. Такая вот терраса. Можно полежать, выйдя из комнаты. А вот это гостья пришла. Между стеклами оказалась. Скульптуры розовых фламинго. Здесь они как раз обитают. Вот эти животные, когда на автобусе ехал. Как раз проезжал, где их было много. Живых. Настоящих. Совсем недалеко отсюда. Может быть, даже надо будет как-то туда попасть. Что-то за место узнать по дороге и съездить. Ну, ландшафтный дизайн, скажем так. Вполне себе. Выглядит все красиво, на мой взгляд. Никуда ехать не пришлось. Розовые фламинго обитают буквально в пяти минутах пешком от, собственно, отеля. Кстати, это единственный отель на Кая Кока и Кая Гильермо. Куда до этих фламинго и место вот этого, где они тут тусуются, реально можно дойти пешком. Так что вот если вам фламинго, то вообще вариантов нет. Опцию пешком до фламинго предоставляет единственный отель. Вот этот как раз Старфишка и Кая Гильермо. Большое количество ящериц. Вон, видите, одна. Если я пойду, она быстренько убежит. Да, вот уже побежал, побежал. Вот это уже двухэтажные номера, в которых меня почему-то нет. Может, потому что я один. А вот это деревянные варианты. По-моему, они стоят дороже. И, по-моему, у них даже есть интернет. Потому что у меня в комнате интернета нет. Интернет только в этом лобби. В общем, в самом центре, где бассейн, где бар, где ресепшн. Так, это что у нас? Качок. По всей видимости, это джим. Ну или качалка. По-русски. Надо зайти. Адски шумит кондиционер. Вообще никого нет. Вообще просто никого. Есть дама. Мимо прошла. Не зашла. Это у нас сауна. Это у нас массажи. Ну там тоже никого. Давайте в сауну пройдем, глянем. Что за сауна. Вот она. Ну ничего такая. Если бы работала. Ну, отдыхающие, я так понял, джим не очень как-то воспринимают. Они сюда отдыхать приехали. Фитнес. А не заниматься. А мы как раз и позанимаемся. Ну что он так шумит этот кондер? Просто адски шумит. Целая группа бассейнов. Один над другим. Ну и в общем. Ну а сзади море. Я уже купанулся. Мелковато. Ну неплохо. Но мелковато. Вот так вот выглядит панорама. Это центр. Тут вай-фай есть. В комнатах нет. Это большой минус. Потому что в прошлом году я был в Starfish Varadero. Там в комнатах вай-фай все нормально. А здесь что-то пошло не так, видимо. Погонять в футбик по жаре. Расстояние минимальное между воротами. Это очень правильно. Потому что реально жарко. Смотрите какие тут у нас стульчики железные. Море-море. Но это еще раз написано название данного отеля. Чтоб вы не перепутали. Много омоления. Почему-то прямо так конкретно сверху. Не знаю почему так. Гроздья чего-то. Съедобно, несъедобно не знаю. Может вы знаете. Я так понимаю тут шашлычки делают что ли. Какая-то стоит приблуда. Такая. Ну тут по-любому наверное завтра может быть шашлычок. Будет хорошо посмотреть чем кормит и отведать. Тут можно в волейбол поиграть. А вот тут написано. Сами видите что написано. Берега без окурков. И это правильно. Тут очень хороший песок. Не надо его отводками засорить. Ну а это собственно море-море. То зачем люди сюда за 3-9 земель летят. Это одни из лучших пляжей в мире на Кубе. Известно. Но тут правда водоросли. Но не мягенькие. Шелковистые. Приятные. Море прекрасное. Прозрачное. Вода теплая. Вот пирс есть. По которому можно пройти вперед. И немножко там будет поглубже. Но не сильно. Глубоко. Просто реально немножко поглубже. Именно оттуда лучше и начинать купаться. Прыгать с него в воду. А вот это вот, ребята, расстояние. Докуда, куда есть Москва. До Москвы. До Москвы. 9444 километра. До Чили. 6518. Гавана. 555 километров. Дорогие друзья. Огромный город. Есть Санкт-Петербург. 8839. До Китая вообще далеко. Переходим к пищеблоку, который выглядит вполне современно и неплохо. Еда, кстати, тоже вполне неплохая. Вот почему я выбрал опять Старфиш. Потому что я знаю, что еда здесь более-менее. А если читать отзывы в интернете, то там такое написано. Страшно ехать, ей-богу. Поэтому опять поехал в Старфиш. Ну потому что две недели надо что-то нормальное есть. Но, к слову, будьте осторожны. Они зачем-то рубят курицу и попадаются мелкие кости. Я обломал зуб. Дальше увидите. Правда, там же я этот зуб и наладил. За 75 долларов мне его обратно на какой-то штырь насадили. И, в общем-то, он опять у меня есть. Но прошло несколько дней. Вы еще меня без зубов здесь увидите. Вот маслица. Вообще питание неплохое. Вот конкретно в Старфишах неплохое. По отзывам это ужасно, что пишут. Но вполне, вполне нормально здесь было по еде. В другом крыле этого отеля есть еще один рестрик. Ресторан. Вот такой ресторан. И еще один бассейн. Тут целых два бассейна. Ну там каскад бассейнов. И здесь еще один. Вот так вот. Что касается шоу, то они были практически каждый день. Может один-два дня в неделю их не было. Но в основном были разные шоу. Я их буду периодически вставлять. Интересные номера и дальше. Не во всех кубинских отелях на сегодня есть шоу. Вот в Старфише они еще есть. Как ты, капитан? Это у нас ресторан Aroma. Так вот он выглядит. А вот так вот выглядит меню. Значит итальянские шашлычки. Три-четыре. В целом мире. Туда нажимай, Макс. А уже не надо туда жать. Я вам на видео поставил. А, на видео. Ага. Красная горит. Рек горит. Рек горит. А, ну все. Поплыли на рифы смотреть красивые виды рыбы. Ну и плавать по голове естественно. Я сошмаркиваю. Hello. Все будет хорошо. Знаменитый пляж Пилар. Отличается в принципе тем, что вода более чистая. Водорослей нет. Песок более мягкий. И глубина начинается быстрее, чем возле отеля. В принципе очень мягкий песок. И это основное преимущество. Ну, для меня просто сказочный. Примерно на Кайаларге, кстати, такой же. Торговый центр Кайакока. Выглядит вот так вот. Немного странно. Магазины там точно такие же, как в вашем отеле. Цены точно такие же. Я вообще хотел цирюльню, если честно. Но ее тут нет. Такие статуи. Короче говоря, автобус сюда привез, а обратно через два часа, кажется. Я уже тут все прошел. Особо покупать футболки за 25 баксов желания у меня не возникло. Не стоит футболки столько. В общем, как-то вот так вот. Вот эти магазинчики. Оформил центральный вход. Трехэтажный центр. Кубинцы при любом удобном случае включают музыку и танцуют. Даже если никакой видимой причины для этого нет. Вот они на работе и все равно двигаются. А рыба посерьезнее в этом бассейне. Котик. Мини-котик. Небольшой котик. Пепелац. Народ сигары берет. Ну, что тут добавить. Это цирковое шоу. Довольно профессиональное. Надо сказать, учитывая, что это входит в стоимость. И дополнительно ничего не платить. Это замечательно. разные виды шоу были порадовали надо сказать за две недели магазинчики под кондиционером закрыто хотя вот иголочки короче футболочку я все-таки тоже прикупил несмотря на то что цена вообще неадекватная конечно но на память line hungry кубок 1 человек держит на руках еще двух человек это конечно надо иметь недюжинные способности силы для такого центра commercial вот это местный колорит автомобиля 50-х годов американские а вот это современный пятидолларовый автобус который от торгового центра меня отвезет обратно в мой отель еще немножечко кубинского автопарка машину я думаю вы сразу узнали марку модель да ну и последние тарантаса уж очень они колоритно смотрятся хочется показать их если вы реально заедете в отель starfish кайя гильермо будьте готовы к тому что интернет будет только в лобби и в столовой и возле бассейна тоже он немножко ловит в номере никакого интернета не будет вы будете получать специальные талончики на интернет первый талончик на три часа второй на пять третий пока не брал не знаю насколько но в общем кончаются талончики идете за новым талончиком как вам такая вот шляпочка тенечек от пирса создает хорошую прохладу мусор люди оставили островки вдалеке вид ничего такой да а 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 надо было повторить гуанта номера песню но товарищ решил спеть то что ему ближе а 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 и в этом отеле явились кровососущие насекомые То ли какие-то мошки, то ли какие-то блохи, они на самом деле испортили, ну, весь, вообще говоря, отдых И, ну, вот смотрите, как закусали Я думаю, видно отлично То есть руки, ноги, это просто сложно терпеть Я спросил, когда нет этих животных, в основном, когда солнце, их нет А утром и вечером они появляются, зажирают полностью То есть приехал в шортах, это ошибка Надо в штанах, носках, кроссовках, то есть закрытая обувь Ну, по утрам и вечерам я имею в виду Днем нормально в шортах, нет этих насекомых Это очень неприятно, ребята Это прямо, скажем так, портит все хорошее, в общем-то, впечатление об этом отдыхе И я скажу так, я вот поговорил на ресепшн с товарищем, который там работает Он говорит, что их меньше всего с ноября по март То есть они все равно есть, но вот с ноября по март их немного поменьше Но может это и хорошее время года по причине того, что там в снежных странах Типа России или других снежных странах Зимой как раз хочется уехать куда-то в тепло И вот, возможно, это вариант Потому что и по цене будет приемлемо Но, правда, в декабре на Новый год будет дороже Потому что многие кубинцы возвращаются с заработков И вот как раз кубинцы везут своих родственников по этим отелям Потому что на Кубе страшный дефицит всего И нормально поесть можно вот как раз в отелях Поэтому заработавшие деньги кубинцы возят своих родственников отдыхать И это обычно бывает декабрь-январь И отели, естественно, приобретают более высокую цену в этот период Поэтому вот ноябрь и, наверное, с февраля по март Это оптимально, если мы говорим о Каю Гильермо И, наверное, о Каю Коко, которые два острова не рядом Каю это остров Учимся делать мохито у профессионалов И кидать лед Прямо в стакан Но это чуть позже Все. Очень неплохо. Давай, Макс, кушай, вкусно тебе, бананы жареные? Жареные банановые чипсы, вообще норм Захожу в туалет, а тут гляньте какой гость, нормально так? Такие вот гости иногда заходят в гости Вот как теперь вот отсюда выкуривать, вот это вопрос Короче, была у меня идея поменять отель спустя неделю проживания Они запросили какую-то неадекватную предоплату, но предоставили мне другой номер Примерно вот так он теперь выглядит этот номер На мой взгляд, по-моему, даже хуже, чем предыдущий Вот, например, вода там бежала хорошо, а здесь сами видите как Так, вот у нас шампунь и мыло В принципе, это и в том отеле было Так, это чемодан Кровати сейчас таким вот образом выглядят Кондиционер теперь здесь Телевизор меньше предыдущего Ну, терраса вот такая вот, вид на море Ну, правда, зачем мне этот вид на это море? Ну, как-то вот изменения меня не очень устраивает, честно говоря Обратите внимание на этот потолок Который, ну, на мой взгляд, должен был быть белым А он почему-то имеет какой-то странный цвет Как будто тут что-то протекало когда-то Ну, ладно В общем, получается, я поменял номер, который был лучше, на номер, который оказался хуже Единственное, что мне обещали, что тут ловит интернет Но это еще нужно проверить Ловит он тут или нет, потому что в том номере не ловил Кубинский сахар почему-то вот такого цвета Хотя Куба страна, которая производит сахар на экспорт Не знаю, почему он вот такой Или, может, он наоборот хороший Считается такой Не знаю Двухэтажный Кубинский автобус Он даже столик есть Не так вот сурово Он китайский, правда, а не Кубинский Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Последний вариант комнаты Сами помните, как бежала Кстати Там она бежала, а тут даже этой штучки вообще нет Ну, душ работает, ладно Ну, напорчик слабенький Ну, похоже, в этих зданиях В этой стороне все слабенькое Ну, как обычно, сейф Субтитры сделал DimaTorzok В общем-то, комната выглядит такая же Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ладно Отдыхаем дальше Этот человек несколько бутылок одну на одну И вот он с этими бутылками на своем подбородке изображает Ну, я не знаю, как это вообще возможно Но, как видите, возможно Вообще, было большое количество интересных номеров Жаль, не все удалось снять Вообще, по ним отдельное видео можно было сделать Ну, по-настоящему было на что посмотреть Особенно, вот, не как вы смотрите А вживую, совсем, конечно, другой эффект Короче, после моих наездов на администрацию А я напомню, я зуб там потерял А кость мне было за что наезжать Ну, плюс кровососущие насекомые В общем, они вызвали самолет, который летал нам нашим отелем И опрыскивал какой-то отравой В общем-то, я сделал, на мой взгляд, вообще такую гигантскую работу Поменял три комнаты Так сказать, не устраивали У меня две первые Третья оказалась с интернетом, в конце концов Ну, и для людей Сделал отравы много с воздуха Это тоже, я считаю, своей личной такой заслугой Благодаря мне, я думаю, это получилось Потому что я там вот скандалил немножко по этому поводу И, честно говоря, в общем-то добился своего Ну, вы знаете Я поспорил с администрацией Данного отеля Из-за качества обслуживания В результате мне был дан вот этот номер С интернетом В отличие от того, что номер до этого был без интернета Кроме того, администрация отеля Подарила мне бутылку Семилетнего Рома Вот таким вот образом Наш конфликт был, в общем-то, полностью урегулирован И, честно говоря Я вообще доволен Что вот мы разобрались именно так Весьма талантливый парнишка Жаль, не все его номера удалось снять и выложить Но это, конечно, стоило посмотреть на его На самом деле, вот эти блохи, правда, исчезли куда-то Неужто отрава и правда сработала? Похоже на то Приехал в самом начале, меня покусали А сейчас как-то этого не происходит Но комары до сих пор кусают Все-таки, возможно, от времени года многое зависит Ну и, собственно говоря Семилетний хороший Ромчик В общем-то, я его, наверное, с собой все-таки отвезу Здесь пить не буду Потому что здесь и так всего наливают Ну, куда еще добавлять В общем В целом В целом Я доволен Закругляюсь, дорогие друзья Рекомендую ли я этот отель для посещения вам Ну, на мой взгляд Плюсов однозначно было больше, чем минусов Даже несмотря на то, что я сломал там зуб Я его, в общем-то, даже и наладил Кровососущие, конечно, мешали Но появился самолет и все побрызгал Химтрейлы такие Ан-2 прилетел Ну, реально, после него стало получше В общем, если вдруг вас что-то не устраивает Идите в кастомер сервис, в администрацию И говорите о своих проблемах И, надо сказать, в этом отеле Решения этих проблем были найдены За это, ну, респект Мне это понравилось Что, как бы, было не все гладко Но, тем не менее, можно было чего-то добиться Это, как бы, очень даже позитивно То есть, я доволен Я просто очень доволен Идите по ссылкам Всем всего хорошего и приятных путешествий